Здравствуйте, в этом видео покажу как создать загрузочную флешку для установки Windows сегодня делаем это без компьютера и ноутбука используя только Android смартфон и флешку запишем флешку двумя способами с использованием специального приложения и без него приступаем мы будем создавать загрузочную флешку с Windows двумя способами первый способ более универсальный без использования специальных приложений правда скачать бесплатный архиватор нам все равно придется этот способ будет работать на любом Android смартфоне который поддерживает от подключения ОТГ о том как проверить есть ли у вашего телефона такая поддержка поговорим далее так как мы договорились делать все без компьютера то нам придется скачать образ Windows на смартфон если вы будете устанавливать Windows 10 то скачать ISO образ можно прямо с сайта Microsoft ссылка на сайт есть как всегда под этим видео открою видео в приложении YouTube открываю полное описание вот здесь ссылка на закачку Windows 10 здесь также есть ссылки на все Android приложения которые я использую в этом видео но прежде чем нажимать на эту ссылку я советую установить менеджер загрузки все-таки ISO файл с Windows не такой уж маленький и качать его просто через браузер в телефоне будет не очень удобно я буду использовать менеджер IDM просто открываю PlayMarket и печатаю IDM вот этот менеджер я установлю если вы хотите чтобы все было так же как в этом видео то скачайте тоже этот менеджер нажимаю Установить приложение установлено возвращаюсь назад сразу давайте установим Архиватор чтобы распаковать ISO образ с Windows печатаю RAR вот этот Архиватор поставим нажимаю Установить все, теперь можно закрыть PlayMarket давайте я вытащу ярлыки приложений на главный экран теперь работать будет удобнее теперь можно скачать образ Windows снова открываю это видео в Ютубе и нажимаю на ссылку ссылка открылась в браузере здесь нам нужно выбрать выпуск десятки нажимаю вот на этот выпадающий список я скачаю майскую версию десятки 2019 года чтобы ее выбрать нужно сделать Tab вот здесь нажимаю Готово и Подтвердить теперь выбираем язык нажимаю на выпадающий список и выбираю Русский жму Готово и Подтвердить Microsoft сформировал две кнопки Ссылки я скачаю версию X64 если нажать прямо на кнопку то загрузка откроется в браузере мы с вами установили менеджер загрузок который сэкономит время нужно скопировать в него ссылку для этого делаю долгий тап по нужной кнопке нажал на нее и держу пока не появится контекстное меню в появившемся меню делаю тап по пункту Копировать ссылку я скопировал ссылку на загрузку Винды в буфер обмена осталось вставить ее в менеджер открываю менеджер IDM сначала нужно выбрать язык приложения выбираю Русский нажимаю Select здесь нажимаю Разрешить здесь нужно указать куда качать файл я рекомендую выбрать то, что приложение предлагает по умолчанию телефон эмулированное хранилище нажимаю Выбор теперь нажимаю на плюс появилось несколько вариантов вставки у меня ссылка скопирована в буфер поэтому выбираю вот этот вариант в этом окне запоминаем папку в которую будет скачан файл это папка IDM Others и нажимаем Запуск загрузка началась пусть качается, а мы пока подключим флешку к телефону флешка самая обыкновенная 8 гигабайт или больше чтобы подключить ее к телефону нужен переходник на этом телефоне разъем microUSB таких переходников сегодня много вариантов нередко можно встретить такой коннектор в комплекте смартфона этот USB коннектор лежал в коробке смартфона Samsung Galaxy подключаю флешка замигала и в телефоне появилось уведомление подойдет также вот такая миниатюрная вставка такие часто присылают вместе с флешками купленными на алиэкспресс или других онлайн магазинах сегодня совсем не редкость флешки с таким разъемом в комплекте она вставляется прямо в разъем USB контактами внутрь к пластиковому изолятору аккуратно подключаю уведомление появилось такой кабель-переходник UTG, microUSB и USB можно купить в компьютерных магазинах или на том же Алиэкспресс ссылки на покупку тоже добавил в описании видео из тех OTG-переходников, которые я вам показал, воспользуюсь вот этим подключаю к нему флешку и теперь подключаю второй разъем к телефону уведомление на месте с подключением разобрались, осталось дождаться пока скачается Windows и можно продолжить открываю менеджер загрузки образ Windows скачался, закрываю приложение открываю архиватор здесь разрешаем архиватору доступ к телефону для бесплатного использования нажимаю ОК нажимаю на кнопку МЕНЮ здесь перечислены все устройства памяти телефона USB диск, это моя флешка выбираю ее мы видим то, что лежит на флешке в принципе, можно не форматировать флешку при этом, если у вас там нужные файлы то создайте пустую папку прямо на флешке и переместите туда свои файлы чтобы случайно не удалить внимание, при этом у вас должно остаться как минимум 5 ГБ свободными на флешке у меня нужных файлов здесь нет поэтому я просто удалю с флешки все, что здесь лежит для того, чтобы выбрать все файлы и папки нажимаю вот на эту кнопку архиватор пометил все объекты галочкой нажимаю на корзину RAR предупреждает нас об удалении нажимаю Да здесь подтверждаем доступ приложения к флешке началось удаление, оно займет определенное время удаление завершено приложение написало, что не удалось удалить файл AfterRunInf страшного в этом ничего нет нажимаю Да я освободил флешку теперь нажимаю меню и перехожу в память устройства нам нужно найти здесь ту самую папку, в которую скачался Windows напомню, что эта папка называется IDM внутри, как мы запомнили, нужно выбрать папку Others в вашем случае файл может загрузиться и в другую папку запомните или запишите ее название, когда добавляете загрузку в менеджер я открыл папку внутри мы видим ISO файл с Windows отмечаю его и нажимаю на кнопку со стрелкой вверх чтобы распаковать образ здесь мы можем изменить параметры распаковки например, можно попробовать распаковать образ сразу же в корень флешки это может сэкономить немного времени но я покажу самый простой вариант мы сначала распакуем образ в отдельную папку рядом с этим образом а потом скопируем содержимое папки на флешку чтобы сделать это, нужно просто нажать на кнопку ОК началась распаковка, она займет какое-то время образ распаковался и перед нами открылась папка с его содержимым папка эта лежит рядом с самим образом чтобы убедиться в этом можно нажать вот на эту кнопку на уровень выше вот это образ а это папка, куда мы его распаковали снова открываю её сейчас нужно всё содержимое папки скопировать в корень флешки для этого просто снова выделяю все объекты вот этой кнопкой теперь, чтобы скопировать всё выделенное делаю долгий тап по любому выделенному объекту при этом появляется вот такое контекстное меню здесь выбираю Копировать буфер обмена теперь нужно вставить то, что я скопировал на флешку для этого нажимаю меню выбираю USB диск и здесь нажимаю вот на этот значок Вставить начался процесс копирования Копирование завершено нам написали, что не удалось скопировать файл AfterRunInf на этот файл можно не обращать внимание он не нужен для загрузки флешки и установки Windows нажимаю Закрыть флешка готова на ней есть всё необходимое для загрузки и установки Windows перехожу на главный экран флешку лучше извлечь перед отключением на восьмом Андроиде, который у меня здесь это делается вот так нажимаю на платформу Андроид и на кнопку Отключить на других версиях для извлечения можно использовать пункт Хранилище в настройках устройства отключаю флешку можно загружаться с неё ещё раз хочу сказать, что флешка записанная на смартфоне Android позволит установить Windows только на диск размеченный в GPT чтобы загрузиться с неё у вас должен быть гибридный BIOS UEFI с поддержкой CSM эта поддержка должна быть включена в BIOS подробнее о том как это сделать смотрите моё видео ссылку найдёте в описании такой BIOS устанавливается на большинство компьютеров и ноутбуков начиная примерно с 2008 года начиная с 2010 года подъявляющее большинство выпущенных настольных компов и ноутов имеют такую поддержку итак, я подключаю только что записанную флешку к ноутбуку использую для загрузки Boot Menu за вход в Boot Menu на этом ноуте отвечает клавиша Escape включаю ноутбук кнопкой и нажимаю на Escape пока не появится Boot Menu перед нами Boot Menu здесь внимание, нужно выбрать именно вот этот пункт где написано UEFI или как его чаще называют UEFI и далее идёт название производителя флешки кроме названия производителя здесь также может быть текст, содержащий буквы USB вот этот пункт выше, бесполезно выбирать я выбрал нужный пункт, нажимаю Enter началась загрузка флешки и здесь всё как обычно, далее установить начался процесс установки Windows подробнее о том, как установить любую версию Windows смотрите мои видео ссылка есть в описании этого видео если выбрать пункт без UEFI то компьютер просто не загрузится если у вас современный смартфон с разъемом USB Type-C то вы можете записать флешку с помощью специального приложения чтобы подключить флешку к такому смартфону вам нужен будет похожий переходник только это будет уже USB Type-C и USB-A ссылку на покупку в магазине такого переходника найдёте в описании у меня есть вот такой переходник от Macbook он тоже отлично подошёл подключаю флешку телефон телефон смотрим уведомление о подключении появилось итак, я уже скачал ISO образ Windows на этот смартфон теперь установим приложение для этого открываю Play Market ввожу в поиске ISO 2 USB на всякий случай в описании есть ссылка устанавливаю приложение нажимаю Открыть здесь нужно указать приложению флешку нажимаю на первую кнопку Пик здесь можно нажать Skip здесь разрешаем приложению доступ к флешке ставлю галочку нажимаю ОК здесь нажимаю меню и выбираю USB накопитель нажимаю Выбрать теперь покажем приложению где лежит образ Windows нажимаю вторую кнопку Пик разрешаем доступ к устройству Windows у меня опять лежит в папке IDM и внутри неё в папке Others открываю папку и отмечаю галочкой ISO файл жму ОК эту галочку оставляю и нажимаю Старт начался процесс распаковки образа на флешку здесь будет обилие рекламы я половину вырезал из видео у вас будет её больше если у рекламы есть крестик закрыть то закрываем если нет то ждём когда появится сначала процесс идёт шустро но примерно на 80% задерживается так как копируются большие файлы Install Vim и Boot Vim просто дождитесь окончания весь процесс занял минут 15 эта программа делает то же самое что мы делали с вами вручную в первой части видео процесс завершён закрываем приложение и извлекаем флешку можно загружаться чтобы быстро проверить поддерживает ли ваш смартфон функцию OTG можно воспользоваться специальным приложением открываем Play Market и вводим OTG SH этого будет достаточно нажимаю устанавливаем вот это приложение USB OTG Checker просто открываем его и видим что на данном смартфоне есть поддержка OTG прежде чем начинать что-либо делать убедитесь что на вашем смартфоне достаточно свободного места перед загрузкой Windows у вас должно быть свободно примерно 10 Гигабайт это размер образа Windows 10 умноженный на 2 мы распаковываем образ поэтому место нужно в два раза больше обратите внимание что во втором способе есть жёсткое ограничение всё свободное место должно быть в основной памяти устройства здесь как видите у меня 11 Гигабайт свободного то есть этого хватит приложение которое мы использовали не запустится пока у вас не будет свободное место именно в основной памяти телефона для распаковки образа второй существенный недостаток приложения я пробовал его на нескольких совсем не старых смартфонах с разъёмом Micro USB ни на одном флешку записать не удалось но на этот случай мы с вами рассмотрели первый способ первый способ не имеет таких жёстких ограничений можно попытаться скачать Windows на карту памяти там же её распаковать а уже потом скопировать на флешку ну и кроме того этот способ работает с обоими разъёмами даже на довольно старых и слабых Android смартфонах теперь даже если у вас только один компьютер дома и нужно срочно переустановить Windows у вас будет возможность решить проблему не обращаясь никому Android смартфон сегодня вводится практически в каждом доме если у вас не очень старый компьютер но ваш диск размечен в MBR то вы тоже сможете воспользоваться такой флешкой о том как это сделать смотрите в текстовой версии видео чтобы не пропустить видео с новыми современными решениями проблем подписывайтесь на канал и не забудьте включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотры лайки, комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал меня зовут Евгений Юртаев до встречи